И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, любимые подписчики, уважаемые спонсоры! Всех приветствую на канале Турецкие Байки! Привет вам, огненный пламенный из очень жаркого кушадосы, правда, прямо дома даже жарко! Но, в принципе, у нас дом нормально продувается, так что жить можно! Сегодня тема по вашим заявкам, выигравшая в голосовании наказание для блогера. Вы снова подобрали для меня тему, которую делаю неделями. Но, все-таки, я ее закончила, все, что нужно, засняла, и теперь я вам представлю. Судя по тому количеству материала, которое я отсняла и какое я запишу, будет очень много букв. Поэтому, как обычно, тайм-коды в описании видео. Сегодня мы будем говорить о том, как любят себя украшать турчанки, что популярно в Турции. Золото, бижутерия, серебро, какие украшения есть. Но, все-таки, будем больше, наверное, о золоте, так уж получилось. А уже отталкиваясь от золотых тем, будем говорить обо всем остальном. В Кушадочце очень много магазинов украшений. В Чаши очень много золотых магазинов, магазинов с бриллиантами. Есть достаточно солидные магазины от фирм, которые гарантируют качество. Но обо всем по порядку. Очень много магазинов с бижутерией. Да, не только потому, что здесь туристическое место. Но и вообще, в принципе, турчанки очень любят себя украшать. Турчанки с удовольствием носят и золото, и серебро, и бижутерию. Но об этом чуть-чуть попозже. Сначала я вам хочу представить нашу прогулку с Машей по Чаши. Мы засняли то, что продается. И бижутерию, и серебро, и самое главное, золото. На тот момент, в который мы гуляли с Машей, грамм золота, я имею в виду украшение, был. Ну, где-то, ну, чуть больше 900 с лишним лир за грамм. Это все варьировалось от штамповки или от ручной работы, от камня, который использован в украшении. Ну, и украшения, ну, смотря где. Можно купить, в общем-то, с распродаж очень дешевые украшения, там, ручной работы, там, браслетики и так далее. Чуть ли не за 20-30 лир. Есть дорогие штампованные фирменные украшения, которые идут и за 700, и за 800 лир за штуку. Ну, давайте обо всем по порядку. Поехали. Вот в Кипе мы накоплюнулись на магазинчик. Здесь золото белое и бриллианты. Бриллианты красивые. Че там? Вот, розовые и золотые. Точно. Они все свинкают. В общем, здесь мало, потому что этот самый. Называется Ясус. Посмотрите, какие классные джузданы или кошелечки. В Мегросе 24 лиры, но 25. На эти самые, на сувениры. Сейчас покажу. Рука не свободна. Потрясные. То есть, я советую обращать внимание на большие Мегросы. Здесь можно часто найти очень дешево вот такие вот классные сувенирчики, которые, ну, например, в Чарше гораздо дороже продаются. Из других классных сувенирчиков, тоже из Мегроса, смотрите. Назар Бонжики. Например, Кушадосы брелки. Очень даже прилично. Магнитики на холодильник. Тут даже Мармарис есть, хотя мы в Кушадосы. Тапок смешно. Прикольный. Еще магнитики. Мы в аэропорту из Стамбула покупали. Можно было, наверное, в Мегросы эти. Довольно клевые. Так, ну и тут повторяются. Здесь же всегда классные всякие заколочки. Спрашивайте, где я покупаю бижутерию. Вот, смотрите. Ну, это часть бижутерии. А покажу вам сейчас еще более классную. Опять же, Мегрос. Когда я прошлый раз смотрела, здесь было больше украшений с этими, с Назар Бонжиками. Тут даже по-русски все написано. Стоит это делать 74 лиры. Немножко дороговато, на мой взгляд. Но очень много интересного есть. Например, вот смотрите, какая прелесть. Мне такие вообще заходят так сильно, потому что они удобные. Можно вообще их не снимать. Рыбки, смотрите. С Назар Бонжиками. Маленькие, нежные. Более простые. С ракушечками. Очень даже мило. Смотрите, какая прелесть. Все такое вот летнее прямо. Какой-нибудь отсюда я себя обязательно выберу. Здесь все, что я показала, по 74 лиры. Тоже из Мегроса. К теме не относится, но очень красивая. Подавать чай турецкий. Стоит 65 лир. Нормально, в принципе. Красивая штука. Она, ну, не совсем деревянная. Пластик такой вот. Еще вот. Так и Дунеса. Как вы видите, много очень всяких. Что там нашла? А посмотри еще внизу. Стич. Стич, да. Здесь, ну сколько они. И зачем он тебе нужен? В одном магазине бижутерии. Здесь очень много всего. Маше уже выбрали что-то. Покажи. Да, а я вам сейчас покажу, что здесь вообще есть. Обещают, что не слезет по золоту ни в море, ни при купании. То есть можно вообще это не снимать, сносить как золото. Я вам покажу наиболее красивые. Смотрите. Смотрите. Что он ларит? Он не пьет и не скрепил, да? А, вот что? 140 лир. Вот такие вот классные вещи. Посмотрите, серьги. Я вам примерно покажу, где этот магазин находится в Кушадос. Потрясные, правда? Мне особенно вот нравятся бабочки. Может быть, одни из них я куплю. Как вы видите, в основном нравится. Да, мне вот показывают браслеты. Браслеты здесь действительно потрясающие. Посмотрите. Примерно здесь все, ну, где-то до 200 лир. Вот такое стоит. Если сильно украшены камнями, то 300-400 лир. Потрясные. Себе я обязательно выберу. О, это моя любимая часть. То есть все с Назар Бонжуком. Такие триплеты, то есть если кто-то носит, ну, там, в три дырки, скажем, на ухе. Потрясно. Здесь вот это все снимать, не переснимать. Хочу выбрать себе что-то. Турчанки очень любят вот такие большие крупные украшения. Посмотрите. Браслеты под золото, кстати говоря. Ну, здесь видно, что бижутерия. А еще у них есть браслеты, которые, ну, очень похожи на золотые. Вот такие вот, смотрите. Просто потрясные. Итак, выходим из магазина. Здесь товарищ сидит. Хоть бы на сантиметр сдвинулся. Смотрите, где мы находимся. Вот там вот остановка Семерки. Здесь бывшая Беледие. То есть здесь большая стройка. А здесь тот самый магазин Такы Дуньясы. И кот сидит. Да. Тебе аж два браслета подарили, да? Ты счастливая? С ключиком. И с солнышком. И с солнышком. Супер. Теперь пошли на набережную, там поснимаем. Ну, кочка наглое создание. Смотри. Да? Чтобы на него не наступили. Пошли. Вот вам еще раз ориентир. Бывшие Беледие. Ну, здесь стройка. И вон по диагонали получаются эти два магазина. Там еще один есть. Так и стир. Так и штыр. Аксессуар. Ну, туда мы что-то не заходили. Там более дешевая вещь. Пойдем. Так, нам нужно вниз туда. Очень много людей. А мы идем посмотреть, что как с золотом. Да? Да. Для начала. Прикольно. У нас здесь немножко магазинов. В общем-то, не так много, как в Измите. Но тоже золото такое же продают. Курса нету. В основном вот такие вот большие браслеты. Вот типичное турецкое золото. Желтое, кстати. Там более такое блеклое. Посмотрите. Бриллианты. И вот эти вот крепления, они очень дорогие. Но они очень быстро ломаются, к сожалению. Я такое раньше хотела, но меня муж отговорил. Пойдемте дальше. Вот смотрите. Марка Зен. Я про нее чуть позже расскажу. Зен Даймондс. Очень популярная марка. Свой магазин. Здесь можно покупать все, что угодно. И оно будет качественное. Это гарантия. Посмотрите, что есть. Более европейского склада. Золото. Бриллианты охрененно сверкают. Аж меня слепят. Ну и все сделано на европейский манер больше. Вот такие вот, ну типа под греческое дальше. Красивые. Посмотрите. Вот хюре. Марка Зен всегда была самой потрясающей. Пойдемте дальше. Не подпасть бы под машину. Так. Озай Дин Лар. Эту марку я не знаю. Посмотрим. Но гарантирует, что в общем-то качество. Здесь более традиционное золото. Браслеты. Печатки. Так. Что тут интересного? Часы золотые. Да. Знаете, что семья невесты вроде как должна жениху золотые часы дарить? Если семья, в общем-то, мужа одаривает невесту. Пойдем дальше. Красивые маленькие штучки. Вполне себе. Более дорогие штуки. Их уже дарят, ну, как бы на свадьбу. Сета не вижу. Традиционное золото. Очень красивое. Посмотрите. Классное. Тут еще глянем. Атасай марка. Ну, вообще-то, это знак качества, да, Атасай. Более традиционное. Смотрите, какие массивные штуки. Про эти марки я вам чуть позже подробнее расскажу. То есть, кушадосы они есть. Вот эти вот, в принципе, можно купить, но и продать. Так. И коджак даймонд. У них тоже есть. Ну, здесь представлены вот Атасай. Как вам такие вот украшения? Очень традиционные, очень дорого-богато. Особенно вон тут шарфик красивый, правда? С золотой. Даже так и не подумаешь. Да? Машке все неинтересно. Пойдем дальше посмотрим. Еще золото Альмира Куем Чулук. Традиционное золото. Фирму не вижу, если честно. Традиционные браслеты самые красивые здесь. Очень красиво смотрятся, потрясающе. Что там ты нашел? Медь. А, меч. Что мне не берется. Ну да, красиво. Вот, посмотрите. И еще один магазин. Blue Diamonds. Нью-Йорк, Дубай. Астердарм, Стамбул. Мам, это вот тут самый красивый цвет. Да, красиво очень тут указано. Очень мне нравится. Ну, не знаю, цвет золота такой какой-то наш, как будто. Вот это стюкация. Очень красивые вещи, действительно. А марка? Марка Best Blue Perlanta. Даже не знаю. Эту марку я что-то не очень знаю, если честно. И да, более европейские такие вот, видите, и кольца и прочее. Маленькие такие штучки. Что там? А Маша нашла тут бижутерию. Рядышком. Да? Маш, мы уже купили все. Уже не будем заходить. Бижутерия здесь хорошая везде. Мам, посмотри. Ну, такие же. Это из игры кальмара. Мы вышли на детскую площадку, и Маша побежала. Как бы вам ориентир дать? Вот детская площадка, вон статуя этого руки, а вот туда улица с золотом. То есть вот этот вот угол и вверх, если кому-то будет интересно. А все остальное про золото я расскажу уже дома. Ну, здесь туристическое место, поэтому так много всяких вот таких вот. Мне нравятся вот эти вот вязаные штучки. Кула гельс. О, красивые. Да? Бусики, бусики, бусики. Маш, ты же только что получила подарок много. Интересно. Смотрите, какие вязаны. Супер. Анна, технологичный. Бусики, бусики. Да. Да, смешен, вау. Эллипы, мудр, бусы? Гюзел дурю. Да. Очень красивый. Да. Смотрите, какие вязаны. Да, очень красивый. Еще красоту вам покажу. Цветочки. Меликие. Посмотрите, какие здесь бонжуки, назары. Здесь, кстати, дешевле гораздо, чем в магазинах. И ручной работы. Очень красивые вещи. Просто потрясающе. Надо будет как-нибудь сходить сюда, сережки себе выбрать, купить. Правда, очень красивые. Посмотрите, какая прелесть. Ручной работы. Я даже не знаю, как они это все делают. Очень потрясающе. С Назар бонжуками совсем прочь. Там он, Игенли. В сувенирных лавках вы можете встретить всех видов вот такие браслетики. И вот, смотрите, какая прелесть. Маш, положи. Тут по доллару. А доллар сейчас сколько? 25? Ну вот, Мегроси по 24 можно. А, тут даже не... Нет, это не доллары. Тут евро. Нет, тут явный перебор, хотя красивое все. Пошли. Машулька, нам это все не надо. Пойдем вон поснимаем бижутерию из туристического, так скажем, места. Куда ты пошла, Зая? Я туда заходить не буду. Меликие, бегли. Написано хендмейт. Даже не знаю, серебро, что ли? Ну, на серебре должна быть проба. Султанит. Красивые, в принципе. Большие. Пойдем. Еще один нашли золотой магазин около Лимана. Совсем рядышком. Тут, по-моему, вот такой вот. Феникс, Файн, Джеверли. Тут традиционное золото. Антикоинс. Я не думаю, что прям античные. Роман Бизантик Коллекшн. Я думаю, что здесь просто имитация. Греческая, кстати, очень популярная много. Что там есть? Эмиральд. Изумруды. Изумруды, конечно. Да, вот кольцо какое-то. И фюрием. По-моему, красивое. Ну, я этому магазину меньше, честно говоря, доверяю, чем тому же Зен. Рубины. Здесь все-то как-то, знаете, выставлено на туристов, по-моему. Ну, ладно. Ну, вот, спонтанные базарчики со всякими этими штучками. И везде на зарбонжуке. Машуль, ты чем там занимаешься? Это... Попатлы. А ты какие классные. Пушадасы. Классные такие. Холай гельсин. Холай гельсин. Холай гельсин, деду, баканья. Ха-ха. Холай гельсин. О, это Турчё блеёё, очень классно! О, Турчё блеёё? Ведет! О, машеаллах, машеаллах. Тюзбиси, рекваз Go'асна. Холай гельсин. Смотри! Смотри! Холай гельсин! Ведет! Сизин他 очень классный! Не бар. украшений как вы видите много очень много на спонтанных базарах и они не только идут для этого для туристов здесь в общем-то и местность спокойно закупаются чё-то от меня убегаешь мне очень нравится сяки мальчику и ветчок и за мебели около караван сарае есть магазинчик пандоры те самые можете посмотреть здесь очень шумно честно говоря не сильно внушает доверие по-моему все бижутерия вряд ли это золото вот они знаменитые пойдем дальше также рядышком с караван сараем халикар нас же верли house of diamonds ночью красиво я правда не думаю что она там далеко вот эти крупные то бриллианты но мелкие вполне возможно ну более европейский стиль не турецкий здесь наверно более традиционное золото да с монетами и прочим беру за что ли внизу машенька у нас устала уже вечереет мы на самой главной прогулочной здесь улице ну туда от каравана сарая я что-то за раньше не замечал что здесь так много золотых украшений магазинов видимо не нужно было пойдем аж до снимать тут различные мазис фэнси и джеберли и октышекер дэ серебро проба стандартная в турции 925 она вся такая вот посмотрите серебряные изделия какие тусы здесь здесь золото дайманс красивые изделия но больше мне кажется рассчитанные на европейцев фэнси джеберли честно говоря я эти все марки не знаю поэтому не очень большое у меня доверие и добавок они на самом туристическом месте находится все выглядит неплохо но это белое золото поэтому фиг человек его знает на самом деле да и вот такие вот вещи например как браслет он больше выглядит как бижутерия стоило ли его покупать нету традиционного золота разве что вот эти вот более традиционные браслеты да здесь туристическое место здесь больше кольца я вам не показывала по-моему я не вижу обрут а вон они обручальные на нишан пойдут тоже здесь бриллианты вот фэнси я так понимаю какой-то фирмы по моему очень красивый дальше идем это у нас платин джеберли тоже в этом же месте ну посмотрите разнообразие я уже комментировать не буду так более традиционные вещи вот здесь вот код флан что-то красивое выставили до цепи потрясные на самом деле но многие из них пустотелы обручальные посмотрите в паре которые продаются дальше что у нас имеется топкапы топкапы у нас смотрите молодцы выставили лицензию то есть пытаются доказать что все здесь как надо это в принципе правильно греческие мотивы я вижу да больше как бы европейские там где я вам начале показывала там больше было традиционного так серебро да здесь как-то более разнообразное все классно красивые браслеты по традиционные пандора очень много большое количество пандоры это у нас silver palace около вот этих вот ворот так что рекомендую посмотрите какое большое количество пандоры для тех кто любит теперь немножко нашего улова с той самой прогулки что мы купили покажу вам немножко что мы получили собственно с той прогулки прежде всего это вот хэддие то есть подарок машеньке вот такие два пластмассовых браслетика один с ключиком другой солнышком очень мило в том же магазине бижутерии я купила снежинку картанаси здесь снежинки очень популярны еще обещали что это типа антистресс но хотя я этим вряд ли буду заниматься но она очень мило так вот вращается это хирургическая сталь то есть не облезет вроде как не должно облезть далее вы не видели как я покупала но это муранское стекло то есть это не пластмасса достаточно дорогой браслетик не помню сколько около 200 лир и назар бонжуки мне очень нравится именно цветом своим и там около побережья я купила вот такие серьги все таки это искусство оя то есть это вязание но иголками оно достаточно такое упругое как вы видите оно не сворачивается назар бонжуки может быть в следующий раз еще другое куплю очень классные такие вот серьги они всякие делают и различные украшения на шею типа колье там таких подвесочек мне безумно нравится вот такой вот наборчик стоит всего 30 лир хотя тут работы ну на пару дней я надеюсь что вам понравилась прогулка с нами а теперь основная информация прежде всего о золоте золото это очень важная часть жизни турок золото присутствует везде но во всяком случае все эти года почти десять лет которые я сейчас в турции оно присутствовало сейчас стало несколько дороже но в последнее время мне кажется люди победнее обходятся просто купюрами денежными а так вообще золото присутствует всегда и везде на свадьбах на сёнетах на нишанах обручениях на других значительных праздниках факт за 15 последних лет турция именно турция произвела больше всего инвестиционных монет имеется ввиду вот этих вот которые в банковских операциях участвуют чем любые другие страны но при этом все в турции золото не добывается хотя оно очень сильно ценится оно все привозное привозят золото в основном из америки и германии в основном ну и из других стран тоже но в принципе то же самое можно сказать и об египетском золоте египет металл не производит а лишь использует сырьевой материал так что в принципе есть страны такие в которых золото очень ценится но оно все привозное в турции существует гранд базар в стамбуле вы знаете об этом один из самых больших в мире крытых рынков на нем присутствует более трех тысяч магазинов и очень много очень много там золотых магазинов даже если выйти на инвестиционные фонды турецкие есть отдельная строка что грамм золота на копалы чаши то есть гранд базара и все-таки несмотря на то что золото здесь не добывается самая первая в мире монета была отчеканена именно в турции примерно в пятьсот пятьдесятых годах до нашей эры так вот один из богатейших правителей того периода а конкретно лидийский царь крес выпустил указ выпускать деньги из драгоценных металлов по его решению монеты чеканились из электрума это природный сплав серебра и золота деньги имели округую форму на поверхности указывался год место чеканки эмблема и вес вот таким образом на территории современной турции установили собственно стандарты производства золотых монет с тех пор эта традиция позаимствовалась и другими странами немножко о тех самых инвестиционных монетах всего существует пять видов монет но основой для них всех является республиканская монета от слова джум хуриет республика они так эти монеты так и называются джум хуриет инвестиционные монеты джум хуриет с 2005 года выпускаются в год в количестве пять миллионов штук они примерно все одинаковые но некоторые имеют особый там дизайн и ограниченный тираж это специально для нумизматов интересный факт что золотые монеты отпечатанные до 1930 года наиболее привлекают внимание коллекционеров то есть это собственно османские монеты на них отчеканены сложные нечитаемые арабские надписи или это исчисление там идет не современное а по хиджре с момента становления республики на республиканских монетах отпечатывается портрет первого президента от отерка все инвестиционные монеты делятся на два вида это мисс кук стандартная так называемая ее главное отличие она не имеет ушко то есть в отличие от зенет декоративные монеты они все имеют ушко то есть специальное ушко куда можно деть булавку и декоративные монеты они собственно дарятся на сюнеты на свадьбы на нишаны обручение некоторые монеты я видела имеют два ушка здесь местные хозяюшки вплетают их в такие вот браслетики ну наподобие как у меня то есть вместо вот этих вот бусин здесь монетка и носят их люди здесь местные приобретают и тот и другой вид монет и с ушками и без ушек и стандартные и декоративные куда приобретают к рождению ребенка к обрезанию сюнету к выпуску из учреждения учебного к уходу на военную службу да то есть впрок например ты вернешься там и свадьбу будешь играть к обручению то есть к нишану к свадьбе и так далее и тому подобное чем богаче человек тем он может подарить своим любимым на каждое торжество вплоть до первого зубика например у ребенка золото здесь используют не только как украшение но и как средство сбережения и кстати говоря на данный момент в Турции с учетом инфляции это самое эффективное средство сбережения недостаток именно вот таких золотых монет для международных инвестиционных фондов они не стандартные у них не стандартный вес поэтому больше всего они используются на местных инвестиционных фондах и на фондах ближнего востока включая например Саудовскую Аравию Объединенные Арабские Эмираты Иран и так далее во всем мире золотые монеты выпускаемые банками измеряются в тройских унциях турецкие все монеты вот эти вот стандартные или декоративные имеют пробу 22 карата да здесь немножко другие пробы здесь все в каратах что означает 22 карат это означает что в монете 91,7% чистого золота стандартные монеты они как я уже сказала не выражаются в тройских унциях они имеют свою собственную меру веса она так и измеряется как там алтын например одно золото одно полное золото немножко это все не укладывается в международную систему и так пять видов монет первая это монета там алтын то есть одна монета 22 каратная имеет веса где-то 7 грамм сама по себе и в ней содержится 6,615 грамм чистого золота другие монеты это как бы производные от этой монеты например чирек это четверть переводится чирек здесь очень часто используется в качестве монеты для дарения он имеет вид маленькой монетки размером советскую копеечку где-то сама по себе монета имеет вес 1,754 грамма ну и сколько чистого золота я естественно сейчас высчитывать не буду вторая производная это половина золота ярым то есть тоже производная от той самой там алтын ярым алтын имеет вес 3,58 грамма ну и является собственно половиной чунжункури монетки еще имеются монетки которые идут на увеличение то есть это и кибучук грамм их самое интересное называют золотыми лирами то есть 2,5 золотой лиры она соответствует весу как 2,5 монеты джункуриет стандартной и есть так называемые бешли то есть как пять монет ну вот это вот все умножайте то есть 5 на 7 грамм это 35 грамм золота огроменная монета как медаль посмотрите вот это вот логотип издания монетного двора в Турции монетный двор турецкий выпускает полторы тысячи тонн монет каждую неделю а может сейчас уже и больше кроме монет золото в Турции бывает и в маленьких слитках брусочках обычно это брусочки от 1 до 100 грамм да есть богатые люди которые вот все это дело в 100 граммовых это золото может быть также 22 каратное или еще выше 24 каратное обычно во всем мире содержание в слитках золота 999 тысячных там и 9 по-моему десяток грамма здесь вот посмотрите бывают и другие слитки то есть это 995 и 0 вот эти вот брусочки они продаются банками их не нужно распечатывать на них стоит в общем-то проба цена все это в пластиковой такой ламинированной упаковки и они не распечатываются они не используются как украшение и так далее они так и идут на обмен здесь в Турции я вот точно знаю что например в кувейт банке можно в банкоматах купить эти брусочки золота и точно так же если нужны деньги сдать эти брусочки золота на продажу то есть банкомат сам определяет самое главное что не распаковывать упаковку хранить в золоте и удобно можно купить здесь виртуальное золото то есть вы сам кеш не получаете на руки даже вот не в ячейку а в банке золотой счет то есть прописано что у вас во владении столько-то грамм золота оно содержится как в банке и при необходимости они именно граммами золота может будут вам выдать или вы можете так и оставить все в банке и получить например деньгами как оцениваются золотые украшения в Турции при производстве отдельно оценивается золото и отдельно например оцениваются бриллианты но при продаже никто вам этот бриллиант не будет учитывать то есть по заниженной цене так как например изделия с камнями могут оценить целиком изделия включая камень несмотря на то что он гораздо гораздо дороже стоит самого изделия и в общем то таким образом у вас купить если вы не хотите таким образом продавать вам могут выковырить оттуда ваш бриллиант отдать вам на руки типа продавайте в местах где скупают бриллианты а отдельно мы купим золото как золотой лом то есть в принципе если вы покупаете изделия с бриллиантами это не вложение используйте их именно как украшение или тогда уже лучше купить с другими камнями типа султанито там фианита и так далее если вы купили в каком-то фирменном магазине изделия с бриллиантами например у вас есть сертификат и так далее коробочка сохранилась и все прочее то фирменный магазин может по достаточно хорошей цене обратно принять свое изделие то есть если вы можете доказать что это именно у них куплено чек там например сохранился вполне себе берут и даже можно с этого выиграть позже дальше о чем я поговорю о традициях связанных с золотом и немножко о личном о моем собственном в Турции существует такая поговорка и она же традиция что золото должно возвращаться когда играется сунет свадьба и так далее всех дарящих всех кто одаривает там жениха и невесту или мальчика сунета заснимают на камеру для наших с постсоветского пространства это кажется вех неприличием зачем заснимать и потом обсуждать кто сколько подарил это имеет очень глубокие корни и очень большое значение вы не можете в принципе физически запомнить кто что подарил но если в следующий раз эти же люди пригласят вас на свадьбу на сунет или так далее то вы смотрите кто сколько вам что подарил и так же или больше должно вернуться ни в коем случае не меньше это стыд ну в последнее время этой традиции не особо придерживаться потому что у людей ну откровенно денег нету все и так в долгах как в шелках им могут вообще прийти на свадьбу ничего не подарить принято в последнее время дарить деньгами больше в лирах реже в долларах но сейчас чтобы купить там грамм золота или черек ну нужно достаточно хорошо раскошелиться по идее ближайшие родственники если вы например выходите замуж в Турцию должны вас одаривать даже если вы ничего не привнесли даже если вот не по всем традициям вы иностранка вы не обязаны все знать да если у вас семья настроена там соблюсти все турецкие традиции то может быть но в основной массе все таки чтобы не ударить грязь лицом перед соседями друзьями именно турецкая семья должна все соблюсти а конкретно от ближайших родственников обычно от матери с отцом идет сет так называемый любят здесь невесты заказывать турецкий сет когда они ходят вот перед свадьбой по магазинам например ну там зашли золото посмотреть кольца посмотреть раньше это все покупалось в качестве мехира а сейчас это покупается как турецкая традиция именно на свадьбу могут указать достаточно дорогие сеты и не факт что им купят трабзонские сеты включают в себя традиционное золото когда идет колье сережки и браслет вот посмотрите несколько примеров трабзонских сетов а и и и и и и а и и и и Сестры, братья, мужа и самой невесты, если она турчанка, что обычно дарят? Дарят браслеты. Браслеты здесь бывают разные. Бывают такие вот широкие массивные. Они вытягивают на 17-20, а то и больше грамм золота. Бывают чуть поменьше. Традиционные браслеты, велезик, они считаются инвестицией. В отличие от всего другого золота, они имеют пробу в 22 карата. Точно такую же, как инвестиционные монеты, а некоторые даже и 24 карата. Их обычно редко одевают, много хранят. И, в общем-то, это запас на черный день, вложение в золото. Если это богатые родственники, если это турецкая именно свадьба, что с двух сторон, в общем-то, пришли все друзья и родственники. Иногда бывает столько золота собирают, что после свадьбы покупают и квартиры, и машины. Здесь для иностранных невест немножко есть сложности. Не всегда понимают. Во-первых, иногда нет денег купить браслет. Покупают или берут на прокат золотые украшения, которые потом возвращают. Для вида, для друзей, для родственников дарят на свадьбу. Это все заснимают на камеру, а потом возвращают. Моя свекровь очень сильно хотела похвастаться тем, что она именно купила. Она мне с удовольствием на камеру одела колье, сестра одела браслет. А потом, после свадьбы, это золото тихо, мирно почему-то перекочевало к ней. Я спрашиваю мужа, где мое золото? И он начинает мне всякие отмазки лить, ну, как бы не хочет ссориться ни с матерью, ни с новоиспеченной женой, что пусть оно хранится у матери. Почему? Потому что она лучше знает, как хранить и так далее. Я говорю, нет, она не знает, как лучше. У нее лом золотой по всему дому. Кстати, это правда, раскидан был. То есть, где-то сережка одна, где-то другая. Во всех маленьких коробочках она вообще с этим очень как-то неаккуратно относилась. И вдобавок, как это так? Мне подарили, но я не могу воспользоваться своим подарком. Я хочу даже ночью, в полночь достать свое золото, посмотреть, одеть и порадоваться. Не нужно, чтобы у кого-то спрашивать разрешение, надевать мне мое золото или нет. Мы в конечном итоге не британская королевская семья, где королева дает разрешение, какое золото или какую диадему одеть на тот или иной вечер. Короче говоря, когда свекровь не видела, забрала я свое золото, смешала со своим, у нее, в общем-то, смелости не хватило у меня отобрать. Обратно. И это, в общем-то, сыграло решающую роль, когда мы рассорились, и она не отжала у меня мое золото. Здесь истории анонимные много встречаются, когда у Гелины, новоиспеченных, золото запросто отжимают. То есть забирают и все, и типа его не было. Так, насчет мехира я забыла сказать вам, я так упомянула. Мехир дарится на религиозный брак. Религиозный брак здесь называется имамникях. Вот на него нужно золото, причем то, которое вы укажете, а не то, которое вам на отмашь подарил вам ваш бойфренд турецкий, чтобы лишь бы вы заключили с ним никях. Здесь, в Турции, напоминаю, что имамникях заключается только после того, как у вас есть аль-джузданы или свидетельство о браке. На все остальные имамникяхи, в общем-то, запрет. Только ушлые имамы за денежку могут вас вот так вот обвенчать. Сначала резменикях, то есть официальный брак, потом имамникях. Так вот, мехир золото. Есть минималка, которую я сейчас не вспомню. Она одинаковая для всего исламского мира. То есть погуглите, какой существует минимальный махар мехир. Желательно в граммах подумайте. И примерно это вытягивает на один хороший золотой браслет. Так что, девчат, если уж вы соглашаетесь на имамникях, не продешевите. Обязан купить. Напоминаю, что золото с имамникяха, каким бы это подарком не было, да и вообще в Турции какой бы подарок не был, он не возвращается. Для тех, кто не знает, здесь для иностранок иногда турки при расставании начинают кричать, верни мне мое все золото. И еще добавок прибавляют, что я тебе купил там 30 трапзонских сетов, и ты мне их все обязана вернуть. Да, уши здесь тоже встречаются. Не только золото с мехира, но и со свадьбы все золотые монеты принадлежат невесте, новоиспеченной жене, которая хранительница домашних финансов и домашнего очага. Поэтому никакая свекровь, никакая сестра, никому ничего это не доверяйте. Я, конечно, по молодости сделала глупость и доверилась свекрови. Например, что еще принадлежит женщине? Это золото, которое подарили на рождение ее ребенка. У меня свекровь таким образом тихомирно отжала 4 чайрека, которые подарили родственники и еще парочка знакомые подарили. Это целая шумкуриет монета, то есть около 7 грамм золота. Она объясняла это так, что это типа идет в уплату того, что она мне покупает для ребенка. А моему мужу отдельно от меня она предъявляла счета, чеки, иногда просто на словах завышая цены, что она купила для ребенка, отдавая мне деньгами. То есть она с нас имела по полной программе, пока мы жили с ней. Счастью, это, ну, хоть не сразу, но закончилось. К следующей теме мы перейдем. Покупать ли турецкое золото? В интернете существует очень много мифов, что турецкое золото, оно не настоящее. Что ни в коем случае не покупать. Откуда ноги растут у этих мифов? Во-первых, где-то в непонятном магазине кто-то где-то на курорте купил у цыганки, там, типа, это золотая цепочка, она оказалась не золотой. И вот перевели, что все золото плохое и не настоящее, чисто потому, что вы купили у левой цыганки и не перепроверили. По дешевке, знаете, на халяву-то и уксус сладкий. И думали, что все обязаны вам золото здесь за дешевку. И, естественно, человек не может признаться в том, что он сам лох и переводит все на турецкую нацию. Здесь не совпадают пробы. То есть, если у нас стоит там 583-я, 585-я проба золота, но в основном сейчас идет в России 585-я проба золота, то здесь пробы, во-первых, не всегда ставятся. Если ставятся, то они ставятся от самой фирмы-производителя. Поэтому советую покупать в проверенных фирмах производителей. Там они, в общем-то, хоть как-то держат стандарты определения золота. Или от балды поставлено и так далее. И этот же миф поддерживают еще наши ювелиры с постсоветского пространства. Они не понимают вот этих вот каратов. В принципе, они видят, что это золото настоящее. Но они вам наплетут, что оно не настоящее, что оно плохое. Лишь бы купить у вас подешевле, например, в том же ломбарде. Там они дальше могут провести экспертизу, поставить пробу и продать это все гораздо дороже. Поэтому они часто, в общем-то, злоупотребляют своим положением. И говорят, что все турецкое золото не настоящее. Вы должны понять одну важную вещь. Здесь, в Турции, точно так же наше золото не ценится. И говорится, что оно все не настоящее. Потому что вот эта проба 585, они в гробу здесь видели. У меня порвалась была моя золотая цепочка, которую я купила в Оренбурге. В сети золотых магазинов, то есть сертификатом со всем. Мне ее просто нужно было починить. Мы пошли по золотым магазинам просто капнуть чуть-чуть золота. Сколько там нужно стоить, одно звено там сделать и все. В один магазин зашли, типа все, берутся они делать. И девушка там вот эта, которая чинкает, это не золото. Я говорю, ну ладно, это не золото, мне нужно просто починить. Ну это же не золото, давайте я вам золото предложу, чтобы вы купили. А эту можете, типа, выкинуть. Я говорю, сейчас я буду выкидывать свою золотую цепочку, мне нужно просто починить. Говорю Мерту, пошли отсюда. И она, ну ладно, типа я починю. Починила, но все равно с таким фырканьем, что, о боже, бижутерию чинит золотом. То есть вот такое отношение здесь. Поэтому, дорогие мои друзья, которые не проживают в Турции, покупая здесь золото, вы будьте уверены, что вы покупаете украшения в качестве украшений. Не думайте, что вы так просто сможете потом сдать. Если вы сможете сдать потом в России, то только туркам, если они понимают в этом всем, то можете сдать еще по цене лома самого дешевого какого-нибудь. Бриллианты ваши не признают. И если вы покупаете украшения, то покупайте их, чтобы носить. Да, еще забыла, откуда еще ноги растут у мифов, что турецкое золото не настоящее. Есть некоторые дамочки, очень завистливые из наших, которые, в принципе, не могут себе позволить то, что хотят, когда желаемо не совпадает с действительным. И если какая-то дама съездила счастливая такая в Турцию, да еще там себе золото накупила, то, конечно же, нужно высказать свое фи, по типу, что в Турции-то золота нету, оно все не настоящее, и ты неизвестно что купила за большие деньги. А вот у меня там где-то, или у моей знакомой-знакомой, вот там золото, да, у тебя фи. То есть это простое обесценивание, манипуляция. Отсюда еще эти мифы растут. И надо помнить, что золото не может быть дешево. Если вы покупаете что-то дешево в Турции, то это явно не золото. Это однозначно будет подделка. Насчет подделок, кстати, тоже откуда мифы растут. Сейчас вам покажу. Вот я вам покажу вот такой вот браслетик. Вот такой браслетик, если бы он был настоящий, вытягивал, ну, ранее, когда я только приехала в Турцию, на 4 тысячи лир. Сейчас, наверное, все 50. Вот такие вот браслетики очень похожи на настоящее чеканенное золото. А вот это настоящее золото. Током не отличишь. Вот это мое обручальное кольцо. Здесь внутри есть название производителя. Фаголд. И стоит проба 14 карат. Проба в 14 карат в Турции соответствует 585 нашей пробе. Это золото чеканенное. То есть, вот эти вот все грани, это производится машинкой. Оно менее дорогостоящее, чем, например, золото ручной работы. Еще хочу показать вам, как мы с мужем храним золото. Вот это вот граммы золота. Как бы вам показать. Надир Метал Рафинери. Вот такая вот карточка, которую принимают в банке. Здесь 1 грамм золота. Золото здесь написано 999,9. То есть, такое же, как и международное. Как вы видите, здесь есть штрих-коды и все прочее. Именно вот такое золото можно запросто обменять в банкоматах на деньги. Но мы его храним, как сказать, на черный день. Так вот, давайте я вам пробы скажу. Есть такая таблица перевода, в общем-то, российской пробы и турецкой. Посмотрите. Вот пробу, которую я вам показала, 999,9, это 24 карата. Следующие две пробы, 18 и 14, именно их используют в золотых украшениях. Это российская проба 750, она более дорогая, и 585, основная, в общем-то, здесь идет. Ну и вот, видите, низкопробное золото. В нормальном варианте золото имеет один цвет, желтый. Но бывают и белые, если много примесей палладия или серебра. Красный из-за меди. Когда мы искали свои обручальные кольца, я вам покажу наши обручальные кольца, они у нас не совпадают, потому что я хотела широкое, но, в общем-то, и зря. Вот мужа кольцо, он его тоже не носит. Когда мы покупали обручальные кольца, ушли там, ну, иначе не скажешь, товарищ, где мы покупали, говорил, что все русские любят красное золото, потому что оно похоже на наше золото. У меня советского золота до хрена. Сейчас вам какой-нибудь примерчик покажу. Вот, например, точное советское золото с пробой 583. Это еще мамины черт знает сколько лет этим сережкам. Так вот, у нас в основном всегда золото было желтое, никаких красных примесей. Красная примесь – это медь. Целиком покупать изделия такого розоватого цвета, красноватого, я не советую. С ними очень много проблем. Все-таки, если где-то в ставочке вы покупаете изделия с разноцветным золотом, там, что белое, розовое, там и так далее, то это еще можно. Но если вы глубоко аллергенный человек, не советую этим заниматься от слова совсем. И, пожалуйста, не ведитесь на то, что вот там все русские или украинцы покупают там красное золото. Покупайте то, что вам нравится. Турецкое золото, оно в основном такое вот, более желтое, как я вам показала. Это мое колечко на нишан с фианитиком. Хотя, когда я приехала к себе, все, о боже, какой бриллиант. Ну, я их расстраивать не стала. Пустотелое. Ну, в принципе, нормальное. И еще одно мое колечко с бриллиантами, да, которые я совершенно не ношу, потому что я кольца не ношу. Оно у меня так вот лежит. На него был сертификат, но сейчас уже ничего с ним не сделаешь. Надо было сертификат сохранить. Сейчас эти бриллианты ничего не стоят. Вот у меня еще турецкое золото. Я покупала когда-то маме. Мама сказала, что оно не настоящее, потому что здесь спереди есть чернение. Они это чернение специально сделали, чтобы лучше, в общем-то, вот этот маленький, ну, типа искусственного изумрудика смотрелся. Если это все дело потереть, то там снова проступает желтый цвет. И никакого не белого, и никакого не другого. Очень мягкое. То есть, это точно золото. И где-то тут спроба была 14-я. Так вот, к чему я об этом? Вот это вот я вам фейк показала. Очень многие женщины здесь, в Турции, после свадьбы сдают все свое золото, переводят в деньги, что-то купить там в дом, ну, обставить квартиру и так далее. А покупают, ну, точно такие же фейки под золото. И когда нужно показать семье мужа, что она вот так хранит все золото, что это она просто фейк свой одевает, там где-нибудь на свадьбу, на сюнет и так далее, их не отличишь. Вот это я покупала более, по-моему, семи лет назад. И он замечательно выглядит. То есть, здесь золочение в бижутерии. Отличное. Просто отличное. Да, еще одна у меня бижутерия есть. Вот такое колечко. Когда я была беременна, мне мое золотое, в общем-то, было маловатое. И купили вот такой вот фейк под платину. Очень замечательный фейк. Вообще не отличишь от золота. Где-то вот часть золотинки есть. Сколько лет уже у меня. Я и руки мыла, и с детержантами, и совсем вообще не облазит. В Турции очень качественная бижутерия. Ну, кстати говоря, дорогая она бижутерия. Да, стоит денежку. Не так, как золото стоит, но все-таки стоит. Итак, следующий вопрос. Предпочитают ли турчанки золото или бижутерию? Ну, смотри, какие. Давайте начнем с того, что больше всего за все мои года, прожитые в Турции, я видела, что исключительно предпочитают золото или бижутерию под золото, что все золото, золото, золото и много. Это турецкие цыганки. Такие, знаете, в шальварах, такие, которые и попрошайничают, и все иногда обвешается вся, как новогодняя йока в золоте, а сама в лохмоть их и попрошайничает. С чем это связано? Ну, с тем, что мужики у них не очень там такие нормальные, так скажем. И они могут запросто, то есть, и выгнать из дома и так далее, и все, что на тебе есть, оно твое. Поэтому они предпочитают, как бы, таким способом себя обезопасить. Точно так же предпочитают себя таким способом обезопасить женщины из низко обеспеченных слоев населения, так скажем, и религиозных слоев населения. Это вот юго-восток страны, скажу так, вот глухие деревни, где вот женщины много работают, быстро стареют, все в шальварах, где они о косметике-то и не слышали. Все на себе. Почему? Потому что там бывает и нормальный официальный брак, а бывает только имам-никях. И по имам-никяху мужик может три раза тебе сказать, вот как в любом арабском государстве, развожусь, и все, он разведенный, разведенный, потому что официального брака не было, где вот долго не давать развода. И она, по идее, должна уйти из дома только в том, в чем она одета. Поэтому они, да, не предпочитают носить золото под одеждой, где-то все с собой, на всякий пожарный случай. Это их безопасность. Другие мусульманки здесь крутые. Даже некоторые ходят, которые все в черном, некоторые в красивых летящих там розовых и цветастых тканях, но все равно закрытые, я имею в виду. Современные мусульманки, они предпочитают золото, и исключительно золото, но, знаете, так вот, элегантно носить. Сегодня она в двух браслетах, завтра она в одном. Сегодня у нее массивное здесь золотое украшение, завтра крутые сережки. Ну, они и красятся, их видно. То есть элитные женщины мусульманские. Видела я такую парочку, короче говоря, где-то мы в Стамбуле, по-моему, сидели. Она вся в черном, она закрытая, но у нее такие, знаете, фарфоровые запястья, и на каждом запястье, вот здесь вот черное идет, массивные золотые браслеты. Я не думаю, что она что-то вот такое вот одевала, это именно было золото. Они себя любят, уважают, ценят, и только золото. Ну, более простые смертные турчанки, как и мы, вообще любят все, так скажем, и золото, и не золото. В основном золото здесь не слишком часто носят, или как наши, ну, там, например, одну цепочку, и там, например, золотые сережки с хорошей такой швензой, которые не слетят. Но все-таки предпочитают на каждый день менять свой стиль, и поэтому бижутерия, да, здесь распространена. Сейчас я смотрела сериал, какой же, Киралык Ашк, то есть Любовь на прокат, там как раз о фирме моды, там хорошо показано, какие украшения любят турчанки, то есть современные. Наши вот женщины думают, что здесь все вносят исключительно, типа, как из великолепного века, типа, подосманские украшения. Нет, друзья мои, здесь очень много носят. Как я вам уже показывала, бижутерии много. Очень любят свой Назар Бонжук, и я его тоже люблю. Его включают во все, во все, что только можно. Любят очень вычурные украшения, всякие такие с детальками, любят бабочек, любят снежинки, любят какие-то маленькие, такие тоненькие штучки, ключики там, например. Очень много. Молодые девушки очень любят браслеты. Кольца здесь не так часто носят, потому что с ними неудобно готовить, прибираться и так далее. И даже молодые девушки, многие отказываются от них. А уж если кольцо, то больше массивное, и куда-нибудь вечером, и так далее. На каждый день, но не каждый раз я встречаю турчанку, что именно каждый день носят. На каждый день здесь любят носить красивые обручальные кольца, особенно новоиспеченные гелины. Причем как одевают? Иногда даже такие сеты бывают, что вот сначала идет, например, снишана кольцо, а сверху одевается второе кольцо. Иногда это дико неудобно. Например, меня это всегда парило. Не люблю я это дело. А так носят, да. Причем умудряются, готовят дому, там сарму, все это снимают, потом ручки свои моют, ухаживают, колонии обрабатывают кремчиком, и потом снова все одевают. Не думайте, что турчанки такие прям забитые, неухоженные. Все они здесь любят. Напоминаю, что в исламе мужчины не должны носить золото, настоящее религиозное, но здесь запросто носят. Потому что турки не самый религиозный народ, на самом деле. И по идее, если семья мужа одарила хорошо невесту, то семья невесты должна новоиспеченному мужу купить золотые часы. Дальше, что любят турчанки? Бусики любят. Не только вот такие всякие украшения, но и любят бусики, натуральные камни. Здесь полно магазинов, но в основном, я смотрю, молодые девушки предпочитают именно подвесочками носить. А более зрелые женщины с удовольствием носят бусики, поэтому вполне можете привозить это дело в подарок. Особенно, если это натуральные камни. Очень любят кварц, потому что он такой сияющий, переливающийся. Аметист любят, потому что он цветастый, фиолетовый. И любят очень лунный камень, но он сам по себе очень интересный. Мне всегда турчанки вот прямо с любовью рассматривают мои золотые сережки с лунным камнем. Это для них что-то такое прямо волшебное, прямо потрясающее. Где покупаете бижутерию? Во всех городах ее полно. В Измите в основном она сосредоточена была в больших торговых центрах, магазинчике. Очень много и для туристов под османский стиль, и много современных украшений. Есть фирменная бижутерия, то есть, которые дают гарантию, что она не облезет. Следующую маленькую под темку, точнее говоря, она достаточно большая под темка, я хочу вам рассказать про марки золота, которые заслуживают доверия. То есть, если вы их увидите, вполне можете что-то приобрести, не задумываясь ни о чем. Итак, марка, которую мы видели Кушадосы, я видела ее в Измите. Очень часто встречаются эти магазины Алтенбаш. Компания создана в Газиантепе в 1975 году. К настоящему времени это гигант турецкого ювелир-прома. Головная фабрика расположена в Стамбуле, является крупнейшей в стране. Алтенбаш сходит в число супер-брендов Турции. Магазины есть повсеместно, но редко какой магазинчик не скупает продукцию Алтенбаш. Это знак качества. И также за ее пределами. В России может быть и не найдете, но зато в Албании, в Болгарии, Катаре, в Северном Кипре, Македонии. Что производит Алтенбаш? Полный спектр продукции для женщин, то есть все виды украшений. Для мужчин часы, браслеты, кольца четкие. Цена нормальная, как ни странно, за счет того, что они достаточно крупная компания. Они доступны. Следующая компания Asos. Компания создана в 1990 году и выделилась в отдельный бренд из Алтенбаша. То есть Алтенбаш все-таки старше. Магазины есть по всей Турции, но я их не слишком часто встречаю. И в том числе они уже вышли на международный рынок, включая Казахстан, Германию, Голландию, Египет. У них есть слоган «Бесконечность тобой». Они делают упор на бриллианты. Следующая компания с очень интересными, я бы сказала, даже вычурными и более молодежными украшениями это «Атасай». Компания создана в Денисли в 1937 году. И за все эти года, пожалуй, нет ни одной отрасли, где бы они не получили премию. Из компании «Атасай» вышла куча других мелких брендов, особенно для детей, такие как «Асголд», «Китси» «Атасай». Эти две компании, в общем-то, направлены на детей, производят ювелирную продукцию для детей. Следующая компания «Джеташ». Стамбульская компания создана в 1974 году. Большая сеть магазинов. Часто вы можете увидеть продукцию «Джеташ» в мелких ювелирках. В качестве отдельных фишек от «Джеташ» вы можете найти ювелирные золотые кубики с буковками и также глазки различные и включение Назар Бонжука в другие ювелирные украшения. Сейчас, правда, многие ювелирные компании используют этот Назар Бонжук, потому что он безумно популярен. Но у них это была своя фишка. Следующая компания «Экель» начала свою историю в 1969 году на Караденизе в городе Эрли. Во всей Турции вы можете найти эти магазинчики. Они продают золото и бриллианты. К сожалению, у них всего 5 основных своих магазинов и они все в Стамбуле, но зато более полутора тысяч дистрибьюторов по всей Турции. Следующая фирма «Фавори». Очень интересные такие занимательные украшения. Компания молодая относительно всех других компаний. Создана всего лишь в 1992 году. Взяла резкий старт. Они открыли типа своей золотой академии, то есть готовят для себя собственных кадров. У них очень большая дистрибьюторская сеть по всей Турции, но и они успели выйти на международный рынок. То есть Азербайджан, Кипр, Германия, Туркменистан. Основная фишка у них это изделия те самые 585-е пробы или 14 карат, как написано. И они экспортируют в 45 стран мира, включая США и Европу. Около 5% продукции уходит в Италию, поэтому направленность всей продукции более такая европейская. Следующая фирма «Джеваль». Тоже очень молодая фирма. Основена в 2006 году. Они сначала специализировались на украшениях из 14-каратного золота, но потом сделали упор на бриллианты. Следующая компания «Каф». Более старая компания. Основана в 1965 году. И они с самого начала хотели специализироваться именно на бриллиантов. Поэтому они так и называются «Каф Даймонд». Основные магазины в Анкаре и в Бодруме. Чем они себя позиционируют? Что у них штучный товар, что у них эксклюзив, что у них все ручной работы и такого вы больше не найдете. Зен компания, которую я уже упоминала, в Кушадосе есть магазин. Они взяли старт в 1890 году аж. И они о себе говорят как главным бриллиантовым деломастере Теятурцы. То есть если турецкие бриллианты это Зен. Естественно из-за этого цены могут быть достаточно завышены. Но они гарантия качества с 1890 года. То есть это практически как Тиффани в Нью-Йорке. У них очень много бриллиантовых украшений для мужчин. Зажимы для галстука, булавки для галстука, часы, запонки и все с качественными бриллиантами. Они специализируются именно на белом золоте или платине с бриллиантами. У них очень агрессивная реклама по всему турецкому сектору интернета. Ну и я встречаю везде по всей Турции, где только не видели. Завершить свое видео я хочу правилами покупки благородного металла золота в Турции как не облажаться, как говорится. Конечно не весь металл в Турции действительно золото, действительно качественный и неподдельный, но как бы говорить гадости о всем турецком золотом бизнесе это в корне неправильно. есть достаточно хорошее украшение с высоким качеством с привлекательным внешним видом которые будут долгие годы радовать свою владелицу или владельца. Прежде всего покупать золотые украшения нужно только в золотых ювелирных магазинах. Эти магазины должны иметь лицензию. Лицензия очень часто выставляется даже иногда на витрине. Когда вы заходите лицензии очень часто висят на видном месте. Они висят так, что они хорошо читаемы и каждый желающий может подойти и прочитать их. Если вы плохо разбираетесь в драгметаллах то не стоит покупать на рынках даже в том же копалы чаши если это не официальный магазин. И если вы не разбираетесь и в интернете и в магазинах и в золоте не стоит покупать через интернет турецкое золото. Только разве от официального производителя. И то нужно смотреть. В последнее время очень много мошенников например те же айфоны продают через интернет по поддельным сайтам. Если уж вы покупаете через интернет у официального дилера например тех магазинов которые я выше назвала нужно внимательно осмотреть изделие то есть по возможности не должно быть никаких сколов физических повреждений царапин пятен все звенья должны быть соединены аккуратненько обратите внимание на застежки все ли так легко защелкивается в Турции любят всякие украшения вычурные с мелкими деталями если вы тоже любитель таких украшений то советую все внимательно осмотреть нужно следующее попросить взвесить изделия в Турции как я уже сказала ювелирные изделия продаются на вес даже если вес написан на упаковке попросите все равно взвесить и примерно взвести в руке если вы умеете прочувствовать вес то есть массивная цепочка почему она слишком легкая она должна вызывать подозрения маленькое тонкое колечко обычно весит около 2 грамм крупное колечко вот такое должно весить где-то около 10 грамм вот это вот весит 7 грамм почему потому что оно пустотелое об этом в принципе мне сказали честно и это не проблема но если какое-то массивное украшение и почему-то оно слишком легкое поймите что оно под давлением может просто переломаться там где есть пустоты если же вам утверждает что это вот чистое золото ну конечно же оно не чистое есть сплавы есть еще один способ проверить украшение но если у вас хороший слух это бросить на какую-нибудь поверхность лучше на стеклянную немножко потренируйтесь дома особенно женщины у вас всех есть золото наше советское настоящее то есть как оно звучит оно должно но звонкое быть если звук глухой значится слишком много сплавов к примеру давайте вот это вот брошу не так звучит как перед этим я бросала золото следующее не нужно сильно доказывать продавцу что все продается чисто по граммам которые вы нашли на сайтах у каждого изделия может быть своя цена чем отличается как я уже сказала что вот штампованные изделия они более дешевые потому что это все стандартное они повторимые есть некоторые ручной работы они неповторимые то есть камни вручную зажимались и так далее они будут гораздо и гораздо дороже стойки кстати почему я купила штампованные вспомнила сейчас я хотела такое вот колечко знаете ручной работы и там выгравленные такие узоры плюс чернение мне они так нравятся турецкие такие вот обручалки свекровь в общем-то знала что за это все платить придется поэтому она меня мурыжила и таскала по золотым магазинам наверное ну больше чем полдня у меня аж ноги отекли чтобы я наконец согласилась на первое попавшееся и не выбирала в принципе может быть и она была права все равно я потом это все долго не носила оно у меня так и лежит а штампованное колечко вот это 14-кратное проще продать потом плюс к стоимости вот ручная работа или не ручная работа добавляется стоимость бриллиантов как я уже выше сказала вы их потом за эту цену не продадите поэтому подумайте трижды стоит ли это все покупать только если для себя или потом передать в наследство что вот оно такое вот драгоценное следующее цвет изделия цвет изделия может сказать о качестве я вам покажу вот турецкое золото и российское разница есть наше чуть-чуть красноватое но оно не красное оно не такое вот как мне предлагали там действительно такой вот медный цвет блин был золото у нас такой вот немножко другой оттенок здесь более желтый вот такого оттенка золота тоже продается в турции тоже под 14 каратов но видимо сплавы все равно отличаются так вот сильно не советую сильно красноватое золото оно часто бывает дешевле не гонись как говорится поп за дешевизной очень часто на таком золоте вот как пишут в интернете из отзывов могут появиться темные пятна потемнеть и может появиться аллергия так что оно вам точно не нужно покупайте обычное золото желтое с белым золотом тоже будьте аккуратны или там с платиной иногда под платину выдают сплав золота и серебра все это сложно короче говоря если вы не уверены то лучше покупайте у дистрибьюторов у официальных производителей которые дают хоть какую-то гарантию следующее правило такс фри многие магазины официально вывешивают такс фри то есть вы официально можете вернуть как иностранец часть стоимости вам выдают специальный чек купон что это такс фриж вместе с чеком на изделие вместе с вот этим чеком такс фри вы должны в аэропорту но я точно знаю что в анталии в стамбуле есть эти окошечки подойти туда перед вылетом там все сверяют и возвращают вам часть денег или наличкой или на карту даже даже так бывает согласно программе такс фри иностранный гражданин который находится в турции менее 6 месяцев может вернуть налог на купленные изделия в размере 18 процентов дорогие мои одно из обязательных условий приобретенные вещи должны быть вывезены в личном багаже то есть вы их должны показать ювелирные изделия участвуют в программе такс фри поэтому часть стоимости можно вернуть ну и последнее правило перед тем как где-то что-то купить даже в туристическом месте нужно ознакомиться с отзывами немножко перед поездкой если вы планируете покупать что-то где-то ну отзывы почитайте или уже даже в отеле определенный магазин погуглите стоит ли не парите горячку не нужно в первый день покупать все и сразу посмотрите у этого магазина есть ли сайт там отзывы почитайте обратная связь проходит или нет и кстати говоря можно тут же ознакомиться часто с каталогом изделий и может быть что-то вам больше понравится они могут на заказ пока вы в городе подвезти вам нужное вам изделие вот что я хотела сказать и это не совсем я заканчиваю свое видео забыла сказать вам про серебро про серебро много не скажешь украшения из него потрясающие я вам могу тоже но может быть в отдельном видео дать топ лучших производителей серебра которые можно запросто покупать но в основном серебро не настолько дорогое практикующие мусульмане здесь предпочитают носить серебро или ничего мужчины любят печатки там четкие цепочки все серебро в Турции 925 пробы но оно на мой взгляд чуть менее популярно чем простая бижутерия или золото то есть или все или ничего очень длинное получилось видео не забывайте ставить лайки подписываться на канал запускаю новое голосование наказание для блогера потому что длинные такие видео это действительно наказание для меня друзья мои выбирайте тему попроще чтобы я ее быстрее делала а не так собирала всю информацию а на этом все всех люблю всех целую обнимаю приподнимаю и пока-пока всем мирного неба над головой